Может быть, вторая половина 1918 года отличается лишь тем, что с этого времени открыта шла уже кровавая пропаганда террора. После покушения на Ленина объявляется наступление времен красного террора, о котором Луначарский в Совете рабочих депутатов в Москве 2 декабря 1917 года говорил, кавычки открыты, «Мы не хотим пока террора, мы против смертной казни Эшафота», кавычки закрыты, «против Эшафота, но не против казни в тайниках». Пожалуй, один Радек высказался как бы за публичность расстрела. Так в своей статье «Красный террор» он пишет, кавычки открыты, «Пять заложников, взятых у буржуазии, расстрелянных на основании публичного приговора пленума местного совета, расстрелянных в присутствии тысячи рабочих, одобряющих этот акт более сильный акт массового террора, нежели расстрел 500 человек по решению ЧК без участия рабочих масс», кавычки закрыты. Штейнберг, воспоминающий великодушие, которое царило в трибуналах первой эпохи Октябрьской революции, должен признать, что нет сомнений в том, что период от марта до конца августа 1918 года был период фактического, хотя и неофициального террора. Террор превращается в разнузданную кровавую бойню, которая на первых порах возбуждает возмущение даже в коммунистических рядах. С первым протестом, еще по делу капитана Счастного, выступил небезызвестный матрос Дебенко, поместивший в газете «Анархия» следующее достаточно характерное письмо от 30 июля, кавычки открыты. «Неужели нет ни одного честного большевика, который публично заявил протест против восстановления смертной казни? Жалкие трусы, они боятся открыто подать свой голос, голос протеста. Но если есть хоть один еще честный социалист, он обязан заявить протест перед мировым пролетариатом. Мы не повинны в этом позорном акте восстановления смертной казни. И в знак протеста выходим из рядов правительственных партий. «Пусть правительственные коммунисты после нашего заявления протеста ведут нас, тех, кто боролся и борется против смертной казни, на эшафот. Пусть будут и нашими гильотинщиками и палачами». «Справедливость требует сказать, что Дыбенко вскоре же отказался от этих сентиментальностей», по выражению Луначарского. «А. Через три года принимал самое деятельное участие в расстрелах в 1921 году матросов при подавлении вонстания в Кронштадте». «Миндальничать с этими мерзавцами не приходится». «И в первый же день было расстреляно 300». Раздались позже и другие голоса, они также умолкли. А творцы террора начали давать теоретическое обоснование тому, что не поддается моральному оправданию. Известный большевик Рязанов, единственный выступивший против введения института смертной казни формально в новый уголовный кодекс, разработанный советской юриспруденцией, в 1922 году. «В ленинские дни приезжал в Батырскую тюрьму и рассказывал социалистам, что вожди пролетариата с трудом удерживают рабочих, рвущихся в тюрьме после покушения на Ленина, чтобы отомстить и расправиться с социалистами-предателями». «Я слышал тоже при допросе в сентябре от Смодзеринжинского и от многих других. Любители и знатоки внешних инсценировок пытались создать такое впечатление, печатая заявления разных групп с требованием террора. Но эта обычная инсценировка никого обмануть не может, ибо это только своего рода агитационные приемы, та демагогия, на которой возросла и долго держалась большевистская власть. По дирижерской палочке принимаются эти фальсифицированные, но запоздалые, однако, постановления. Запоздалые, потому что красный террор объявлен. Все лозунги, данные на митингах, в газетах, плакатах и резолюциях, и их остается лишь повторить на местах. Слишком уж общие и привычные лозунги, под которыми происходит расправа. Смерть капиталистам. Смерть буржуазии. На похоронах Урицкого уже более конкретные лозунги, более соответствующий моменту. За каждого вождя тысячи ваших голов. Пуля в грудь всякому, кто враг в рабочего класса. Смерть наемникам англо-французского капитала. Действительно, кровью отзывается каждый лист тогдашней большевистской газеты. Например, по поводу убийства Урицкого, Петербургская красная газета пишет 31 августа. Квычки открыты. За смерть нашего борца должны поплатиться тысячи врагов. Довольно миндальничать. Зададим кровавый урок буржуазии. К террору живых. Смерть буржуазии пусть станет лозунгом дня. Квычки закрыты. Та же красная газета писала по поводу покушения на Ленина 1 сентября. Сотнями будем мы убивать врагов. Пусть будут это тысячи. Пусть они захлебнутся в собственной крови. За кровью Ленина и Урицкого пусть прольются потоки крови. Больше крови. Столько, сколько возможно. Пролетариат ответит на поранение Ленина так, писали известия, что вся буржуазия содрогнется от ужаса. Никто иной, как сам Радек, пожалуй, лучший советский публицист, утверждал в известиях, в специальной статье, посвященной красному террору, номер 190, что красный террор, вызванный белым террором, стоит на очереди дня. Квычки открыты. Уничтожение отдельных лиц из буржуазии, поскольку они не принимают непосредственного участия в белогвардейском движении, имеют только средства устрашения в момент непосредственной схватки, в ответ на покушение. Понятно, что за всякого советского работника, за всякого вождя рабочей революции, который падет от руки агента контрреволюции, «Последняя расплатится десятками голов». Квычки закрыты. Если мы вспомним крылатую фразу Ленина, «Пусть 90% русского народа погибнет, лишь бы 10% дожили до мировой революции, то поймем, в каких формах рисовало воображение коммунистов эту красную месть». Квычки открыты. «Гимн рабочего класса отныне будет гимн ненависти и мести». Квычки закрыты. Писала правда. Заголовок. «Рабочий класс Советской России поднялся», гласит воззвание губернского военного комиссара в Москве 3 сентября. И грозно заявляет, что за каждую каплю пролетарской крови да прольется поток крови тех, кто идет против революции, против советов и пролетарских вождей. За каждую пролетарскую жизнь будут уничтожены сотни буржуазных сынков-белогвардейцев. С нынешнего дня рабочий класс, то есть губернский военный комиссар города Москвы, объявляет нам в страх врагам, что на единичный белогвардейский террор он ответит массовым, беспощадным пролетарским террорам. Впереди всех идет сам Всероссийский Центральный Комитет, принявший в заседание 2 сентября революцию ЦК. Дает торжественное предостережение всем холопам российской и союзной буржуазии, предупреждая их, что за каждое покушение на деятели советской власти и носителей идей социалистической революции будут отвечать все контрреволюционеры и все вдохновители их. На белый террор врагов рабочей крестьянской власти рабочие и крестьяне ответят массовым красным террором против буржуазии и ее агентов. В полном соответствии с постановлением этого высшего законодательного органа 5 сентября издается постановление Совета Народных Комиссаров в виде специального одобрения деятельности ЧК, по которому подлежат расстрелу все лица, прикосновенные к белогвардейским организациям с заговором и мятежом. Народным Комиссаром Внутренних Дел Петровским одновременно разослан всем Советом телеграфный приказ, которому суждено сделаться историческим и по своей терминологии, и по своей санкции всякого возможного произвола. Он помещен был в номере первого еженедельника под заголовком «Приказ о заложниках» и гласил, кавычки открыты, «Убийство Володарского, убийство Урицкого, покушение на убийство и ранение председателя Совета Народных Комиссаров Владимира Ильича Ленина, массовые, десятками тысяч расстрелов наших товарищей в Финляндии на Украине и, наконец, на Дону и в Чехословакии. Постоянно открываемые заговоры в тылу наших армий, открытое признание правовых эсеров и прочей контрреволюционной сволочи в этих заговорах и в то же время чрезвычайно ничтожное количество серьезных репрессий и массовых расстрелов белогвардейцев и буржуазии со стороны Советов показывает, что, несмотря на постоянные слова о массовом терроре против эсеров, белогвардейцев и буржуазии, этого террора на деле нет. С таким положением должно быть решительно опокончено. Расхлябанности и миндальничанию должен быть немедленно положен конец. Все известные местным советом права эсеры должны быть немедленно арестованы. Из буржуазии и офицерства должны быть взяты значительное количество заложников. При малейших попытках сопротивления или малейшем движении в белогвардейской среде должен приниматься безоговорочно массовый расстрел. Местные губысполкомы должны проявлять в этом особую инициативу. Отделы управления через милицию и чрезвычайные комиссии должны принять все меры к выяснению и аресту всех скрывающихся под чужими именами и фамилиями лиц с безусловным расстрелом всех замешанных в белогвардейской работе. Все означенные меры должны быть проведены немедленно. А всяких нерешительных в этом направлении действиях тех или иных органов, местных советов, завутуправ, обязан немедленно донести народному комиссариату внутренних дел. Тыл наших армий должен быть, наконец, окончательно очищен от всякой белогвардейщины и всех подлых заговорщиков против власти рабочего класса и беднейшего крестьянства. Ни малейших колебаний, ни малейшей нерешительности в применении массового террора. Получение значенной телеграммы подтвердите и передать уездным советам. Кавычки закрыты. А центральный орган ВЧК «Еженедельник», долженствовавший быть руководителем и проводником идей и методов борьбы чрезвычайной комиссии, в том же номере писал, кавычки открыты. К вопросу о смертной казни, кавычки закрыты, отбросим все длинные, бесплодные и праздные речи о красном терроре. Пора пока не поздно, не на словах, а на деле провести самый беспощадный, строго организованный массовый террор, кавычки закрыты. После знаменитого приказа Петровского, едва ли даже стоит говорить на тему о рабочем классе, выступающем мстителем за своих вождей и о гуманности целей, которые якобы ставили себе Дзержинский и другие при организации так называемых чрезвычайной комиссии. Только полная безответственность большевистских публицистов позволяла, например, Радуку утверждать в известиях 6 сентября, что если бы не уверенность рабочих масс в том, что рабочая власть сумеет ответить на этот удар, то мы имели бы на лицо массовый погром буржуазии. Кавычки закрыты. Какое в действительности может иметь значение заявление неких коммунистов Витебской губернии, требовавших тысячи жертв за каждого советского работника? Или требование коммунистической ячейки какого-то автопоезда за каждого павшего расстреливать 100 заложников, за каждого красного тысячи белых? Или заявление коммунистической ячейки Западной области чрезвычайной комиссии, требовавшей 13 сентября «Стереть лица с земли гнусных убийц» или резолюция Красноармейской части охраны Острогородской ЧК 23 сентября? За каждого нашего коммуниста будем уничтожать по сотням, а за покушение на вождей тысячи, десятки, тысяч этих паразитов. Мы видим, как по мере удаления от центра кровожадность ЧК увеличивается. Начали с сотен, дошли до десятков тысяч. Повторяются лишь слова, где-то сказанные, но и эти повторения, насколько они официально опубликовались, идут в сущности от самих чекистов. И через год та же аргументация на том же разнузданном и бесшабашном жаргоне повторяется на другой территории России, захваченной большевиками, в царстве Лациса, стоящей во главе Всеукраинской чрезвычайной комиссии. В Киеве печатается Красный Меч. Это орган ВУЧК, преследующий те же цели, что и ежедендельник ВУЧК. В номере первой мы читаем статью редактора Льва Крайнего. Кавычки открыты. У буржуазной змеи должно быть с корнем вырвано жало. А если нужно, и разодрана жадная пасть, вспорота жирная утроба. У саботирующей, лгущей, предательски прикрывающейся, прикидывающейся, сочувствующей, вне классовой интеллигентской спекулянщины и спекулянтской интеллигенции должна быть сорвана маска. Для нас нет и не может быть старых устоев морали и гуманности, выдуманных буржуазией для угнетения эксплуатации низших классов. Кавычки закрыты. И дальше. Объявленный красный террор, вторит ему тут же некто Шварц, нужно проводить по-пролетарски. Если для утверждения пролетарской диктатуры во всем мире нам необходимо уничтожить всех слуг царизма и капитала, то мы перед этим не остановимся и с честью выполним задачу, возложенную на нас революцией. «Наш террор был вынужден». Это террор, не ЧК. А рабочего класса вновь повторял Каменев 31 декабря 1919 года. «Террор был навязан Антантой», заявлял Ленин на 7-м съезде Совета в том же году. Нет, это был террор именно ЧК. Вся Россия покрылась сетью чрезвычайных комиссий для борьбы с контрреволюцией, саботажем и спекуляцией. Не было города, не было волости, где не появлялись бы отделения Всесильной Всероссийской Чрезвычайной Комиссии, которая отныне становится основным гнервом государственного управления и поглощает с собой последние остатки права. Сама правда официальный орган ЦК КП в Москве должна была заметить 18 октября. «Вся власть Советом» сменяется лозунгом «Вся власть чрезвычайкам». Уездные, губернские, городские, на первых порах волосные, сельские, даже фабричные чрезвычайные комиссии, железнодорожные, транспортные и прочие фронтовые или особые отделы ЧК по делам, связанным с армией. Наконец, всякого рода военно-полевые, военно-революционные трибуналы и чрезвычайные штабы, карательные экспедиции и прочее, все это объединяется для осуществления красного террора. Нилостонский автор книги «Der Blüthag der Bolschewizm» Берлин насчитал в одном Киеве 16 самых разнообразных чрезвычайных комиссий, из которых каждый выносил самостоятельные смертные приговоры. В одни массовых расстрелов эти бойни, фигурировавшие по внутренним распорядке ЧК, под простыми номер, «Номер» распределяли между собой совершение убийства. Номер 3. Заголовок. Кровавая статистика. «На развалинах старого построим новое, мечом не меч, а мир несем мы миру». Чрезвычайные комиссии – это органы не суда, а беспощадные расправы по терминологии ЦК КП. Чрезвычайная комиссия – это не следственная комиссия, не суд и не трибунал. Определяет задачи ЧК сама чрезвычайная комиссия. Это орган боевой, действующий по внутреннему фронту гражданской войны. Он врага не судит, а разит, не милует, а испепеляет всякого, кто по ту сторону баррикад. «Нетрудно представить себе, как должна была в жизни твориться эта беспощадная расправа, раздействует вместо мертвого кодекса законов лишь революционный опыт и совесть. Совесть субъективна, и опыт неизбежно заменяется произволом, который приобретает вопиющие формы в зависимости от состава исполнителей». «Мы не ведем войны против отдельных лиц», писал Ациз в Красном Тироле 1 ноября 1918 года. «Мы истребляем буржуазию как класс. Не ищите наследствие материала и доказательств того, что обвиняемый действовал делом или словом против советской власти. Первый вопрос, который вы должны ему предложить, какого он происхождения, воспитания, образования или профессии, эти вопросы и должны определить судьбу обвиняемого. В этом смысл и сущность красного террора. Лацис отнюдь не был оригинален, копируя лишь слова Робеспьера в конвенте по поводу Пририальского закона о массовом терроре. Чтобы казнить врагов Отечества, достаточно установлять их личность. Требуется не наказание, а уничтожение их». Не сказано ли подобной инструкции судьям действительно все. Однако, чтобы понять, что такое в действительности красный террор, продолжающийся с неослабевающей энергией до наших дней, мы должны прежде всего заняться выяснением вопроса о количестве жертв. Тот небывалый размах убийств со стороны правящих кругов, которые мы видим в России, характеризует нам и всю систему применения красного террора. Кровавая статистика в сущности пока не поддаются учету, да и вряд ли когда-нибудь будет исчислено. Когда публикуется, может быть, лишь односотое расстрелянных, когда смертная казнь творится в тайниках казематов, когда гибель человека подчас не оставляет никакого следа, нет возможности и историку в будущем восстановить подлинную картину действительности. Заголовок 1918 год В упомянутых выше статьях Лацис в свое время писал «Наш обыватель и даже товарищеская среда пребывают в уверенности, что ЧК несет с собой десятки и сотни тысяч смертей». Это действительно так. Недаром в общежитии начальной буквы ВЧК читается «Всякому человеку капут». Лацис, приведя ту фантастическую цифру 22, о которой мы уже говорили, насчитывает за вторую половину 1918 года 4,1 тысячи расстрелянных. Это по всей России, то есть в пределах 20 центральных губерний. «Если можно обвинить в чем-нибудь ЧК», говорит Лацис, «то не в излишней ревности к расстрелам, а в недостаточности применения высшей меры наказания». «Строгая железная рука уменьшает всегда количество жертв». Эта истина не всегда имелась в виду чрезвычайными комиссиями, но это можно ставить не только в вину ЧК, сколько всей политики советской власти. Мы все время были чересчур мягки, великодушны к побежденному врагу. 4,5 тысячи Лацису мало. Он легко может убедиться, что его официальная статистика до чрезвычайности уменьшена. Интересно было бы знать, в какую рубрику, например, отнес Лацис, расстрелянных в Ярославе, после восстания, организованного в июле, Савенковым. В выпуске первом «Красные книги» ВЧК, и такая есть, распространяющаяся только в ответственных коммунистических кругах, напечатан был действительно беспримерный исторический документ. Председатель Германской комиссии, действовавшей на основании Брестского договора, лейтенант Балк, приказом номер 4 21 июля 1918 года, объявлял гражданскому населению города Ярославля, что Ярославский отряд Северной добровольческой армии сдался выше назначенной Германской комиссии. Сдавшиеся были выданы большевистской власти и в первую очередь 428 из них были расстреляны. По моей картотеке насчиталось за это время в тех же территориальных пределах 50 тысяч 4 карточки расстрелянных. Мои данные, как я говорил, случайны и не полны. Это преимущественно то, что опубликовывалось в газетах и только в тех газетах, которые я мог достать. Надо иметь в виду и то, что при лаконизме официальных отметок иногда затруднительно было решать вопрос о цифре. Например, уездная комиссия например, уездная Клинская Московская губерния чрезвычайная комиссия извещала, что ею расстреляно несколько контрреволюционеров. Воронежская ЧК сообщала, что среди арестованных много расстрелянных. Сестрорецкая ЧК Петербургской производились расстрелы после тщательного расследования в каждом случае. Такими укороченными сообщениями пестрят газеты. Мы брали в таких случаях коэффициент один или три, то есть цифры значительно уменьшенную. Из этой кровавой статистики совершенно исключались сведения о массовых убийствах, сопровождавших поставление всякого рода крестьянских и иных восстаний. Жертвы этих эксцессов гражданской войны не могут быть вовсе уже исчислены. Мои цифры имеют показательное значение только в том смысле, что ясно оттеняет бесконечную преуменьшенность официальной статистики, приведенной Лацисом. Постепенно расширяются пределы советской власти, расширяются территории гуманной деятельности чрезвычайных комиссий. В 1920 году Лацис дал уже пополненную статистику, по которой число расстрелянных в 1918 году в него достигало 6185 человек. Причислил ли сюда Лацис те тысячи, которые, например, расстреляны в 1918 году в северо-восточной России, Пермской губернии и другие, о которых говорят и так много все решительно английские донесения. Кавычки открыты. В британское консульство продолжают являться люди всех классов, главным образом крестьяне, чтобы засвидетельствовать убийство своих родственников и другие насилия, совершенные большевиками в неистовстве. Кавычки закрыты. Элиот Керзону 21 марта 1919 года. Причислены ли сюда жертвы офицерской обойни в Киеве в 1918 году? Их исчисляют в 2000 человек. Расстреливали и рубили прямо в театре, куда военные были вызваны для проверки документов. Причислены ли сюда жертвы одесской бойни морских офицеров до прихода австрийских войск? Позже сообщает один английский священник. Член австрийского штаба говорил мне, что им доставили список свыше 400 офицеров, убитых в Одесском округе. Причислены ли сюда жертвы севастопольской бойни офицеров? Причислены ли сюда те 1342 человека, убитые в январе-феврале 1918 года в Армавире, как выяснила комиссия по расследованию деятельности большевиков, организованная по распоряжению генерала Деникина. Наконец, гекатомбы Ставрополя, о которых рассказывает в своих воспоминаниях МВМ Краснов, расстреляны 67, 96 и так далее. Не было места, где появление большевиков не сопровождалось бы десятками и сотнями жертв, расстрелянных без суда или по приговорам чрезвычайной комиссии и аналогичных временных революционных трибуналов. По этим бойням посвящаем особую главу. Пусть будут это только эксцессы гражданской войны. Заголовок 1919 Продолжая вести свою кровавую статистику, Лацис утверждает, что в 1919 году по постановлениям ЧК расстреляно 3456 человек, то есть всего за два года 9641, из них контрреволюционеров 7068. Нужно запомнить, что по признанию самого Лациса таким образом выходит, что более 2500 расстреляно не за буржуазность, даже не за контрреволюцию, а за обычные преступления, 632 преступления по должности, 217 спекуляция, 1204 уголовные деяния. Этим самым признается, что большевики ввели смертную казнь уже не в качестве борьбы с буржуазией, как и с определенным классом, а как общую меру наказания, которая ни в одном маломальски культурном государстве не применяется в таких случаях. Но оставим это в стороне. В Всероссийской чрезвычайной комиссии, по данным Лациса, расстреляно в сентябре 1919 года 140 человек. А между тем, в это время в Москве ликвидировано было контрреволюционное дело, связанное с именем известного общественного деятеля Н.Н. Щепкина. В газетах опубликовано было 66 фамилий расстрелянных, но по признанию самих большевиков расстреляно было по этому делу более 150. В Кронштадте по авторитетному свидетельству были расстреляны в июле 1919 года от 100 до 150 человек. Опубликовано было лишь 19. На Украине, где свирепствовал сам Лацис, расстреляны были тысячи. Опубликованный в Англии отчет сестер милосердия русского Красного Креста для доклада Международному Красному Кресту в Женеве насчитывается в одном Киеве 3000 расстрелов. Колоссальные итоги киевских расстрелов подводит автор упомянутой уже книги Нил Остонский. Надо сказать, что автор проявляет вообще большую осведомленность по деятельности в всех 16 киевских чрезвычайных комиссий. Она сказывается уже в точной регистрации и подробном топографическом их описании. Автор помимо непосредственных наблюдений по-видимому пользовался материалами добытыми комиссией по расследованию деяний большевиков генерала Рерберга. Комиссия эта также состояла отчасти из юристов и врачей. Она фотографировала трупы из разрытых могил. Часть фотографий приведена в книге Нил Остонского. Остальная большая часть говорит автор находится в Берлине. Он утверждает, что по данным комиссии Рерберга расстреляно 4800 человек. Эти имена удалось установить. Общее число погибших в Киеве при большевиках по мнению Нил Остонского не менее 12 тысяч человек. Пусть все эти цифры будут неточны, по совокупности они дают руководящую нить. Необычайные формы, в которые вылился террор, вызвали деятельность особой комиссии для расследования дел. УЧК, назначенный из Центра во главе с Мануильским и Феликсом Коном, все заключенные в своих показаниях Деникинской комиссии отзываются об этой комиссии хорошо. Развитие террора было приостановлено до момента эвакуации Киева, когда в июле-августе снова повторились цены массовых расстрелов. 16 августа в известиях был опубликован список 127 расстрелянных. Это были последние жертвы, официально опубликованные. В Саратове за городом есть страшный овраг. Здесь расстреливают людей. Впрочем, скажу о нем словами очевидца из той изумительной книги, которую мы несколько раз цитировали и на которой будем еще много раз ссылаться. Это книга ЧК «Материалы о деятельности чрезвычайных комиссий», изданная в Берлине партии социалистов революционеров 1922 года. Исключительная ценность этой книги состоит в том, что здесь собран материал иногда из-за первых рук, иногда в самой тюрьме от потерпевших, от очевидцев, от свидетелей. Она написана людьми, знающими непосредственно то, о чем приходится им говорить. И эти живые впечатления говорят иногда больше, чем кипы сухих бумаг. Многих из этих людей я знаю лично и знаю, как тщательно они собирали свои материалы. ЧК останется навсегда историческим документом для характеристики нашего времени и при том документом исключительной яркости. Один из саратовцев и дает нам описание оврага около монастырской слободки. Оврага, где со временем будет стоять вероятно памятник жертвам революции. Продолжение следует...